Redmi Note 8 Pro. Новинка компании кажется крайне интересным устройством, но аппарат имеет ряд спорных моментов. Давайте поговорим о нём подробнее, а заодно сравним его с Xiaomi Mi 9T, весьма удачным представителем среднебюджетного сегмента. Особое внимание уделим производительности, автономности и камерам. Тест будет весьма обширным и информативным. От вас же я жду мнения в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на канал, если ещё этого не сделали. Впереди много интересных видео и розыгрыши. Для начала по традиции обсудим цены. В Китае на момент записи ролика Redmi Note 8 Pro стартует с 206 долларов за 6,64 и в продаже уже появилась глобальная версия аппарата. Правда пока минимум за 270 баксов. Это дорого, надо ждать. Xiaomi Mi 9T стоит столько же, 270 долларов за 6,64 и 290 за 6,128. Все ссылки оставлю в описании. Что касается стоимости на нашем рынке, то Е-каталог показывает, что Xiaomi Mi 9T 6,64 у нас стартует с 19 тысяч рублей, на пару тысяч дороже, чем в Китае. При официальной стоимости в 26 тысяч. Вариант 6,128 можно найти за 21 тысячу. Официальная цена 29 тысяч рублей. Redmi Note 8 Pro у нас пока не продаётся. Все ссылки оставлю в описании. Переходите и мониторьте цены. Как видим, текущая стоимость глобальных версий новинок на одном уровне. Но в ближайшее время Redmi подешевеет и будет стоить примерно на 50-60 долларов дешевле оппонента. Так давайте разбираться, стоит ли доплачивать и брать Mi 9T. Для начала, коротко о комплектации. Тут никаких отличий. У обоих это кабель USB Type-C, блок питания на 18 ватт и чехол. О чехле Mi 9T я уже говорил. Это очень хороший вариант из софт-тач пластика. Всем флагманам бы клал такой в коробку. У Redmi чехол также стал заметно лучше, чем прежде. Пусть он и силиконовый. Усиленная кромка, края дисплея закрыты. Жаль только, что камеру он по какой-то причине не перекрывает. Будет царапаться. Ну и забавная заглушка снизу, которая лично меня немного раздражает. Неудобно ставить телефон на зарядку. Далее внешний вид. Аппараты имеют много общего. У обоих стеклянная спинка и модули камер по центру. Правда, на Redmi они выпирают значительно сильнее. Телефон шатается лёжа на столе. Цвета интересные. У обоих есть и строгие чёрные версии, и более оригинальные решения. На Mi 9T узор мне кажется лишним. Смотрится немного несерьёзно, хотя это вкусовщина. А вот зелёный вариант у Note 8 Pro понравился. Цвет интересный и переливается на свету. А имея на руках белый Note 8, предполагаю, что и прошка в таком цвете выглядит здорово. Рамка у Redmi пластиковая, против металлической у Xiaomi. Визуально и тактильно понять это довольно тяжело, хотя при одном сценарии использования разницу я ощутил. Но об этом чуть позже. Вот так выглядит его рамка после знакомства с асфальтом. Как поведёт себя Redmi – загадка. Если носить Mi 9T без чехла, на спинке появятся мелкие царапины. Не сказать, что они заметные, но имейте в виду. Думаю, с Note 8 Pro будет примерно та же история. По габаритам Redmi чуть выше и шире оппонента. Толщина одинаковая. Вес отличается на 9 грамм. 200 против 191. Redmi тяжелее. Спереди отмечу примерно равную нижнюю кромку под дисплеем. А вот сверху у Redmi каплевидный вырез под фронталку. У Mi 9T она выезжает, и никаких выступов на экране нет. Для меня особой разницы, честно говоря, нет. Радует, конечно, что кромки нет совсем, но и каплю я почти не замечаю. Зато на Note неплохо работает разблокировка по лицу. Сканером на Redmi пользуешься не так уж и часто. Он, кстати, быстрый, срабатывает от малейшего касания. Но, во-первых, расположен на спинке, что не всегда удобно. А во-вторых, вы постоянно будете попадать пальцем на камеру, заляпывая модуль отпечатками. За это минус. У Mi 9T сканер встроен в экран. Он, конечно, работает не так хорошо, как на флагманах. Анимация чуть подтормаживает, но пользоваться комфортно. Плюс расположение спереди мне все же нравится больше. А вот о разблокировке по лицу можете забыть. Слишком долго и неудобно. Проще прислонить палец. Далее дисплей. Супер Амолеты 6,39 дюйма у Mi 9T. IPS и 6,53 дюйма у Note 8 Pro. У обоих Full HD плюс разрешение и стекло Gorilla Glass 5. Отмечу разный баланс белого. На Redmi он показался мне более натуральным. Mi 9T чуть ушел в желтый, и поправить вручную я его так и не смог. Хотя, думаю, все зависит от конкретного экземпляра. В остальном, типичные среднебюджетные матрицы. Весьма качественные. Ничего плохого сказать не могу. Выбор скорее зависит от вашего отношения к Амолед. Максимальная яркость на Mi 9T ожидаемо выше. В авторежиме Redmi поднимает ее до неплохого уровня, но с Амолед в этом плане тягаться бесполезно. Минимальная же чуть ниже на Redmi. 0,3 кандел против единицы. По факту, основная проблема экрана Mi 9T в том, что аппарат до сих пор не получил опцию DC Dimming, а показатели коэффициента пульсации у дисплея, прямо скажем, не маленькие. Как итог, при всей моей симпатии к Амолед, в данном случае я считаю экран Redmi как минимум не хуже. Что касается разъемов, то оппоненты равны. У обоих есть Type-C, миниджек и ЭК-порт. Есть и светодиодный индикатор уведомлений. У Redmi это маленький диод рядом с каплей. У Mi 9T синий диод на выезжающей фронталке, который не всегда заметен. Что со звуком? Внешний динамик чуть громче и сочнее на Mi 9T, хотя и на Redmi он в общем-то неплох и почти не уступает. В наушниках все примерно на одном уровне, с запасом по громкости. У меня претензий нет. Теперь поговорим о производительности. Xiaomi Mi 9T работает на проверенном среднебюджетном чипе Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Версии памяти две, 6.64 и 6.128. Redmi Note 8 Pro получил более, скажем так, спорный вариант. Чип MediaTek Helio G90T и графику Mali G76. Слот под сим-карты у Redmi гибридный, в отличии от Xiaomi. Тут он просто на две симки. Что часто говорят о данном чипе? Что он греется как сковорода и батарею ест буквально не в себя. Так вот, в Geekbench 5 результаты близки. В стресс-тесте по прошествию 40 минут оба аппарата ведут себя хорошо. Производительность Redmi не падает ниже 80%, Mi 9T ниже 90% и в итоге он набирает большее количество баллов. Батарея на Redmi нагрелась действительно больше, чем на Mi 9T. Разница в 3 градуса. Но в целом результат хорош у обоих смартфонов. А самое главное, что они не троттлят и показывают хорошую стабильность. Теперь касаемо игр. Сначала PUBG Mobile. Через GFX Tools выставляем Full HD разрешение и высокие настройки графики. На Redmi получаем 40-50 FPS в ограниченных локациях и около 30 на открытых, даже со включенным прицелом. С учетом разрешения очень и очень неплохие показатели. Чуть снизив настройки, играть будет совершенно комфортно. Mi 9T чуть лучше. Стабильные 50 FPS в закрытых локациях. И совсем небольшие просадки на открытой местности. На таких настройках игра идет чуть плавнее. Графику можно не снижать. Теперь игра еще тяжелее. Shadowgun Legends. Вот здесь разница вообще едва заметна. На ультра настройках оба показывают в районе 30 FPS. Проседая до 15 в активных сценах. Играть можно, но графику на обоих лучше понизить. В активных сценах просадки мешают. Если выставить высокие настройки, то оба выдают 30-40 FPS. Просадки редкие и незначительные. Вот на такой графике играть уже комфортно. Причем на обоих смартфонах. И только в танках Redmi однозначно позади. Игра банально не оптимизирована под графику от Mali. В итоге на максимальных настройках можно увидеть просадки вплоть до 15 FPS. Так что если нужны именно танки, Redmi отпадает сразу. Теперь по поводу нагрева. После часа игры в PUBG, батарея на Redmi нагрелась до 41 градуса. А у Mi 9T до 42. Как ни странно, разница мизерная. И тут в дело вступает металлическая рамка Xiaomi. Если долго играть в тяжелые игры, держать аппарат становится натурально некомфортно. Нагрев рамки очень сильный. Redmi такой проблемой не обладает. Подводя итог по играм, скажу, что проблемы Mediatek с нагревом весьма и весьма преувеличены. Что касается интерфейса, то оба вполне хороши. Оболочка работает шустро и плавно и на Mi 9T, и на Redmi Note 8 Pro. Замечу, что в англо-китайской версии добавились шорткаты. Наконец-то они добрались до MIUI. Субъективно мне показалось, что Mi 9T изредка подлагивает. К примеру, при жестовом сворачивании приложений. А вот за Redmi я такого почти не замечал. Он показался мне даже чуть более плавным и быстрым в плане работы интерфейса. На мой взгляд, Helio G90T очень неплох. И по своим возможностям он почти не уступает 730-му Snapdragon. Причем это касается и энергопотребления, что меня удивило больше всего. Note 8 Pro имеет аккумулятор на 500 мАч больше. 4500 против 4. И эта разница вполне компенсирует больше техпроцесс чипа. За полчаса просмотра YouTube на средней яркости, Mi 9T тратит 3% против 4 у Redmi. Полчаса игры в танки, на удивление 7% у Redmi против 8 у Mi 9T. Полчаса в PUBG Mobile 12% против 15% в пользу Redmi. О каком жоре батареи говорят некоторые обзорщики, я просто ума не приложу. В итоге, в среднем, оба смартфона живут реально долго и способны выдать от 7 до 9-10 часов экрана от одного заряда. И если с Mi 9T это и так было ясно, он действительно хорош, то Note 8 Pro реально удивил. Странно, как у некоторых он умирал за полдня. Возможно, помогли обновления. Касаемо времени зарядки, Mi 9T пошустрее. 45% против 37 за полчаса, 84 против 74 за час. Не забудем, что емкость батареи тут разная. Далее камеры. Три модуля у Mi 9T против 4 у 8 Pro. Но это условно, так как макрообъектив совершенно бесполезен. Посмотрим результаты. При хорошем освещении в авторежиме ситуация неоднозначная. Почему-то на Mi 9T иногда хуже срабатывает HDR. Да и цветопередача у Note 8 Pro оказалась естественнее. Да, Redmi бывает делает снимки темнее, но на самом деле они более натуральные, ближе к реальности. Но не всегда. Иногда снимки очень близки. А касаемо детализации я разницы не увидел. Если снимать в полном разрешении, то по цветопередаче результат примерно тот же. Мне больше нравится, как фотографирует Note 8 Pro. Но в таком режиме кадры очень близки. Разница невелика. Если же сравнить авторежим и полное разрешение, то детализация, конечно, чуть выше. Но весьма несущественно. И заметно это только при сильном кропе. Я бы снимал в авто. Широкоугольные снимки продолжают тенденцию. Note 8 Pro потемнее, а детализация у обоих посредственная. Снимайте с этих объективов только при хорошем освещении. Для сравнения приведу ночной снимок с ширика. Детализация просто никакая. Смысла пытаться снимать на него при недостатке света нет. Зум объективы дают одинаковые по детализации кадры. Но по цветопередаче снова Note 8 Pro мне нравится чуть больше. У Mi 9T она иногда, ну, совсем неестественная. Фронтальные камеры делают почти равные по детализации снимки. Оба имеют HDR и портретный режим. Не могу отдать предпочтение кому-то из них. А вот портретный режим основной камеры больше понравился на Redmi. Сделав зум, мы видим сильный шарпинг у Mi 9T. Redmi же хорошо передал детали лица. В сумерках в авторежиме снимки почти как под копирку. Можно пытаться выискивать разницу. Но это один уровень. И, кстати, вполне неплохой, на мой взгляд. Глубокой ночи уже оба имеют очень плохую детализацию в авторежиме. Note 8 Pro шумнее, но оба тут не блещут. Надо задействовать ночной режим. С ним и в сумерках результат становится интереснее. Детализация выше, уходят пересветы. Пусть даже снимки становятся более искусственными, но я бы рекомендовал не сбрасывать этот режим со счетов. Глубокой ночью в этом режиме у Redmi более шумный кадр. Но всё равно результат лучше, чем в авто. В общем, в сумерках и ночью всё плюс-минус одинаково. Но за дневные снимки я отдаю победу Redmi Note 8 Pro. Хотя, конечно же, всё может измениться с обновлениями. А прежде чем говорить о видео, отмечу, что Xiaomi наконец-то упростили смену разрешения при съёмке видео. Есть, конечно, куда расти. Её можно вообще выставить на основной экран. Но, по крайней мере, теперь требуется на несколько нажатий меньше. Видеосмартфоны снимают максимум в 4К 30 фпс. Но у Mi 9T в 4К доступна цифровая стабилизация. В отличии от Redmi. Это тест видео Xiaomi Mi 9T и Redmi Note 8 Pro. Это тест видео Xiaomi Mi 9T и Redmi Note 8 Pro. Посмотрим, как они записывают звук и как работает стабилизация. Съёмку иду в 1080p. Продолжаем тест, на этот раз в 4К. Посмотрим, как при таком разрешении записывается картинка. Что касается беспроводных интерфейсов, то мой Note 8 Pro не имеет поддержки некоторых частот. В глобальных же версиях всё будет хорошо у обоих. Есть поддержка в LTE и двудиапазонный Wi-Fi. Плюс оба аппарата имеют NFC, что очень и очень хорошо. Правда, опять же, китайский Note 8 Pro не поддерживает Google Pay. Но в глобалке проблем с этим не будет. Ну что, что мы имеем? Изначально я думал, что Note 8 Pro окажется довольно спорным аппаратом со странным железом. Но по факту он хорош. Действительно хорош. Из минусов отмечу сильно выпирающий модуль камеры, плохую оптимизацию некоторых игр, по крайней мере танков. Можно приписать сюда пластиковую рамку и отсутствие цифровой стабилизации в 4К. Да и собственно всё. Да, сейчас цена на глобальную версию завышена. И равна таковой у Mi 9T. Но когда она устаканится и снизится до 210-220 долларов, это будет действительно крутой смартфон за свои деньги. Ещё и с NFC. Лучше ли он, чем Mi 9T? Нет. У Xiaomi чуть лучше звук внешнего динамика, экран без вырезов, более стабильное поведение во всех играх, стабилизация видео в 4К и AMOLED дисплей. Хотя последний пункт, с учётом отсутствия DC Dimming, можно считать плюсом лишь условно. В итоге, если вы хотите сэкономить или вам не нравятся AMOLED-экраны и при этом вы не играете в танки, Redmi Note 8 Pro буквально создан для вас и я рекомендую его к покупке. Ну а Mi 9T так и остался одним из самых сбалансированных аппаратов на рынке, который почти не имеет явных минусов за свою стоимость. Но теперь у него появилась очень хорошая альтернатива за меньшие деньги. А что вы скажете? Как вам новинка от Redmi? Больше нравится Redmi Note 8 Pro или Xiaomi Mi 9T? Пишите, посмотрим кого больше. Можете также посмотреть сравнение Mi 9T Pro и Honor 20 Pro или тест Mi Band 4 против Honor Band 5. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!